В первую очередь я хочу сказать, что мы называем то, что мы сделали исследованием, художественным исследованием, и оно не является научным исследованием. В первую очередь мы хотели показать, каким образом какие-то художественные практики могут осмыслять пространство, в котором они осуществляются, и для того, чтобы понимать те процессы, которые происходят в обществе. В общем, фотопроект был сделан в новостройках Бишкека, он делся в двух новостройках Арча-Бишик и Дордой, поэтому, как вы понимаете, охват не самый большой, но какое-то представление о новостройках можно сложить, потому что Арча-Бишик и Дордой находятся, если так можно сказать, в разных полюсах по заселенности и по тому, в каком социальном и экономическом положении находятся люди, которые там проживают. Если уже обращаться к тому, с чего мы начинали, то для начала, чтобы понять, что такое психогеография и по какому принципу мы проводили это исследование, Алмаз расскажет о психогеографии, потому что в своих исследованиях мы опирались на практику ситуационистского интернационала, которые были в XX веке. Сейчас Алмаз коротко введет, а потом мы уже переведем к непосредственно проекту новостроек. Спасибо. Собственно, как сказала Диана, мы обращались к практике дрейфа и к дисциплине психогеографии. Сейчас дам небольшую буквально историческую справку. Психогеография как дисциплина и дрейф как основная его практика были сформированы в рядах ситуационистского интернационала, который был создан в 1957 году путем слияния Литридского интернационала, Международного движения «Взаиможенистский Баухаус» и Лондонской психографической ассоциации. Собственно, предводителем, лидером ситуационистского интернационала был Эрнст Гидебор. Что же представляет собой психогеография? Психогеография – это метод познания социального пространства, это изучение влияния, которое продуманный или стихийно организованный ландшафт оказывает на эмоции и поведение людей. Впервые ее основные идеи были изложены, сформулированы и обнародованы в статье Гидебора «Введение в критику городской географии», опубликованной в 1955 году. Собственной целью психографии заявлялось нахождение точных законов и определение частных эффектов географической окружающей среды, которая сознательно или бессознательно влияет на эмоции и поведение людей. Да, у нас переводчики, я забываю. Сформированный в рядах институционистов комплекс психографических представлений можно разделить на три тесно взаимосвязанные между собой части. Во-первых, это сама психогеография, метод познания социального пространства. Во-вторых, это критика современного урбанизма как дегенеративной трансформации социального пространства. И, в-третьих, это унитарный урбанизм, диалетический метод преодоления условностей уродливости урбанизма в соответствии с психографическими установками. Собственно, есть разночтения по появлению термина психография. То есть, по одной версии, термин был придуман Лефевром, по другой версии, он был как раз-таки изложен Гидебором в «Введение в критику городской географии». По другой версии, он принадлежит Ивану Щеглову в его работе о новом урбанизме. Собственно, это не суть важна. Этот термин у нас есть, и нет разночтений по поводу его определения, по поводу того, что собой представляет дисциплина психографии. Основной практикой психографии является дрейф. Дрейф – это техника быстрого перехода через меняющуюся атмосферу, средства субъективного преображения городского пространства. Дрейф – это попытка понять повседневную жизнь города с помощью нетрадиционных, непривычных, придуманных и непродуманных заранее маршрутов. Альтернативный способ осознавания города. Собственно, здесь, наверное, стоит вспомнить основной тезис, один из основных, из девяти тезисов ГИДОБОРа по поводу дрейфа. Это, я процитирую его буквально, мы должны изменить передвижение как придаток к работе на передвижение как удовольствие. Для дрейфа принципиально важен полный отказ от привычных маршрутов. Идти следует туда, куда глаза глядят, ориентируясь лишь на достопримечательности ландшафта и на собственные эмоции исследователя. Также для дрейфа были сформированы некоторые правила ГИДОБОРом. Это испытать и зафиксировать какое-нибудь ощущение, собрать объективные и субъективные данные, разделить их со спутниками и сделать выводы. Собственно, эти правила не так императивны, их не обязательно придерживаться. Но сам Дебор говорил о том, что дрейф желательно осуществлять в группе людей, потому что он считал, что синтез субъективных ощущений, эмоций и выводов может привести к наиболее объективным выводам. Психологические аспекты дрейфа. Это изучение того, как городское пространство влияет на осознание человека и узость действительного пространства, в котором мы перемещаемся. Если говорить про узость, то применимо к повседневной жизни каждого человека, который перемещается даже в Бишкеке в очень узкой комфортной зоне. Если принимать передвижение как передаток к работе, то он всегда базируется на наиболее рациональном, наиболее коротком пути из дома на работу. И также, кроме работы, наш досуг усужен для определенного образа о городе. То есть это какие-то любимые места, могут быть кофейни, какие-то наиболее освещенные и с ровными тротварами улицы. То есть мы никогда не воспринимаем город в целом, он всегда разный для каждого человека, потому что этот город есть как раз-таки совокупность его субъективных эмоций, его ощущений и его зоны комфорта. Итак, знания, полученные путем дрейфа, позволяют создать психографический образ города. То есть, собственно, наша зона комфорта, в которой мы передвигаемся, это тоже психографический образ города. Но он как бы аффлексивный, он не критичный, он, наверное, инертный более. Практика дрейфа — это дрейф критический, с конкретным осознанием, с фиксированием того, что ты видишь, с постоянной рефлексией о том, что ты видишь и как ты передвигаешься. Также они позволяют находить в нем общие черты, изучать, как эти черты проявляются в разных районах. Находить основные психографические точки города, понять психографическое расстояние между ними районами, которое может сильно отличаться от физического расстояния между ними. То есть, если говорить о психографическом образе города, который обусловлен нашими эмоциями и ощущениями, то два абсолютно разных, отдаленных друг от друга, даже полярных географические места могут быть с точки зрения психографического образа, они могут быть очень похожими. Также и район внутри себя может иметь довольно разные, противоречивые, может даже, или просто разнородные какие-то образы. И там дальше у нас идёт карта. Для ситуационистов, когда они разрабатывали практику дрейфов, был важен метод фиксации этого самого опыта дрейф. И была предпринята первая попытка Гиде Бором сформулировать этот язык для фиксации опыта. Это был текст, это была статья, которая называлась «Два доклада дрейф». Весь опыт, который был приобретён в дрейфе, был изложен в тексте. Но они пришли к выводу, что текст как медиум не самый удачный для фиксации опыта дрейф. Собственно, и после этого Гиде Бор решил обратиться к картографии. То есть, как мы знаем, есть географическая картография, где все мы видели эти туристические карты, просто карты города, где географически размещены все эти районы, показаны улицы и прочее. Но географическая карта города часто выстраивается, получается, параллельно субъективной картой города. И им пришла мысль о том, чтобы создать именно психографическую карту. Это, собственно, вот эта карта, сейчас я о ней подробно расскажу. Психографическая карта города представляет собой вырезки из реальных карт, которые разложены в той последовательности, в которой там проводился дрейф. То есть, они складываются в маршрут, по которому проходил дрейф. И вот стрелки между этими вырезками из карт представляют собой как бы движение участников дрейфа. И часто они еще делали пометки на этих стрелках, записывая какие-то ощущения, которые у них были по ходу этого маршрута или по какому-то объекту конкретному. Что касается нас, когда мы делали дрейф, у нас тоже стоял вопрос о фиксации опыта. И мы обратились к медиуму фотографии, как наиболее понятной нам, как фотографам. И, собственно, это и вылилось в фотопроект новостройки, психография новостройки Бишкека. И что мы конкретно зафиксировали там, сейчас расскажет вам Диана. Спасибо, Алмаз. Ну и для начала, наверное, я дам краткую информацию вообще о том, что такое новостройки и какие-то статистические данные для того, чтобы было понятно. Новостройки — это жилмассивы, за которыми закрепилось название новостройки. Эти жилмассивы находятся на окраинах города Бишкека. И они сформировались стихийно в 90-е, 2000-е годы. И наибольший рост происходил после 2000-го года. По данным различных исследований число новостроек разнится. То есть оно составляет от 29 до 48 чисел. По количеству проживающих в нем людей и населению также разные цифры называются. 172 тысячи и 400 тысяч. И считается, что новостройки представляют из себя место скопления людей довольно маргинальных. То есть есть определенный образ новостроек. И непосредственно целью нашего исследования было в том числе и разрушить этот криминализованный образ, который закрепился за ними. То есть жители новостроек наделяются стигмой необразованности, невоспитанности, что это криминальные районы, что это не городская культура, а как бы приехали тут из регионов и как бы мешают коренным фронзенцам со своими некультурным поведением, своими какими-то деревенскими привычками. И если говорить непосредственно о самих новостройках в рамках нашего исследования, фото, что мы увидели и каким образом мы попытались это осмыслить, вот я сейчас расскажу. В первую очередь можно сказать, что новостройки, как бы они очень неоднородные. То есть в них проживают разные люди с различным уровнем достатка, с различным уровнем доступа к возможностям. И, например, новостройка Арча-Бишик, она сейчас, в принципе, довольно обустроенная. И в этой новостройке находится много домов, обеспеченных. Как бы по внешнему виду понятно, что люди, которые там проживают, они обеспечены. Что касается, например, новостройки Дурдой, то там как раз-таки наоборот. В основном все дома саманные. И видно, что они сделаны как бы теми средствами, которые у людей были под руками. Следующий такой пункт, который можно... Таким образом, новостройки представляют собой в некоторой степени явление, олицетворяющее снятие себя государством какой-либо ответственности и полномочий. Следующий очень важный момент, который мы там зафиксировали и увидели, это отсутствие инфраструктуры. Потому что это фотографии, иллюстрирующие ту самую неоднородность новостроек. И одной из самых... Там была надпись «Квартира, билет», сдаётся «Квартира». Ну, это довольно очень аттрактивная фотография. Так вот, судя по количеству объявлений о том, что предоставляются душевые услуги, или сдаётся комната, или сдаётся квартира, понятно, что вопрос с инфраструктурой и обеспеченностью жителей этих новостроек необходимыми благами, он очень остро стоит. Наиболее распространённым или присутствующим элементом необходимого для жилья является электричество и вода. Вода в основном в виде колонок, и электричество, оно есть. Но, например, что касается канализации, то обеспечения практически отсутствует. По данным исследователей, которые занимались исследователями новостроек, говорится, что там где-то 6% только из них обеспечены необходимой инфраструктурой. Что касается следующей, в новостройках практически отсутствуют какие-либо объекты по обеспечению, отсутствуют пространства, которые являются общественными. То есть есть, за исключением там нескольких пространств, в основном либо природного ландшафта, и также мы нашли на территории Арча-Бишик новостройки детскую площадку, которая являлась довольно сюрреалистической, потому что там заброшенные старые детские качели и какие-то вещи. Но в целом публичного места общественного пространства для того, чтобы люди могли солидаризироваться, их нет. И сегодня одним из таких мест является мечеть, поскольку в новостройках довольно много их строится. И понятно, что в ситуации новостроек единственное место, где люди в итоге получаются таким образом, единственным местом, где люди могут каким-то образом солидаризироваться, является религия. Но что понятно говорит о росте консервативности в обществе и о каких-то патриархальных тенденциях. Также новостройки в меньшей мере включены в рыночное потребление, то есть там практически отсутствуют развлекательные места, кафе или еще что-то. Таким образом, понятно, что это пространство даже рынкам, которому всегда выгодно искать новые места для сбыта, для предоставления услуг и сбыта своих товаров. Эти места до сих пор и им в том числе не рассматриваются как источник прибыли. Во-первых, потому что там считается, что живут очень бедные люди, а во-вторых, потому что это очень криминальные районы, и поэтому туда идти невыгодно. Таким образом, получается, что город является выражением социального неравенства, и это неравенство закреплено делением этого города на зоны. То есть происходит такая некая сегрегация города на основную его часть, где проживают фрунзенцы, коренные, и тех, кто приезжает. И те, кто приезжают, поскольку они приезжают из регионов, а приобрести жилье в центре города довольно дорого, таким образом они начинают заселять эти новостройки. И вообще считается, что новостройки являются нелегальными, хотя на самом деле с 2000-х годов и даже с середины 90-х эти пространства активно продаются. Они, понятно, земли там дешевле, и таким образом они заселяются, и еще один источник прибыли, но при этом никто не думает о том, чтобы обеспечивать их необходимыми благами и инфраструктурой. И жители новостроек в основном работают в сфере услуги, в сервисах и торговли. Например, многие из них работают на рынке Дордой, многие работают на рынке Аламензин, а также в швейной промышленности. Таким образом, эти люди, которые маргинализируются, при этом являются основными производителями в нашем городе. Это вот если о местах какого-то досуга, то вот все, что мы нашли, это вот была реклама о том, что есть бильярд, какая-то вывеска в кафе, чайханы. И да, для того, чтобы максимально не объективировать это пространство, мы старались фотографировать себя, находясь в этом пространстве, не людей, которые там проживают, и не просто пространство. Таким образом, мы пытались в том числе присвоить это пространство. Вы можете посмотреть на сайте фотографии в дальнейшем. То есть есть сайт photodrift.me, на нем выложены наши дрейфы, сейчас их три. Ну и вообще, если вам интересно, это сайт о фотографии. Вы можете здесь найти довольно интересную информацию, например, статью Оксаны Шаталовой о местных фотографических художниках. У меня все. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Спасибо.